Вот на таких комфортабельных автобусах вы можете добраться сюда. Всем привет, друзья! И снова вы на нашем канале, и снова вы с нами, а мы с вами. Друзья, сегодня я приехал в курортный поселок Николаевка, чтобы снять для вас это очередное наше видео. Видео о поселке Николаевка уже есть на нашем канале, прошлогоднее. Мы сюда приезжали и снимали для вас. К сожалению, Иришка сегодня в видео не участвует, потому как она осталась дома, она немножко приболела. В году, когда я снимал для вас видео об этом курортном поселке, я увидел здесь далеко не лесоприятную картину, разруху, грязь. И в этом году я решил приехать и снять еще один видеоматериал об этом поселке. Хочу выразить огромную благодарность нашим подписчикам, а новых зрителей нашего канала прошу, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комментарии. Это очень важно для нас. Друзья мои, сейчас я нахожусь возле автостанции курортного поселка Николаевка. Вот на таких комфортабельных автобусах вы можете добраться сюда из Симферополя с автостанцией Курортная, которая находится у нас на ЖД вокзале. И также вот на таких вот маршрутных такси Газель всего лишь за 74 рубля. Вы можете сюда добраться у нас из Симферополя, из района Маршал Жукова. Ну что, сейчас мы с вами пойдем, все посмотрим, все вам покажем. Сейчас мы пройдем через рыночек, который вы видели в прошлом видео. А потом мы пойдем на пляж. Ну вот сейчас мы, друзья, с вами будем заходить на рыночек курортного поселка Николаевка. Данный курортный поселок у нас находится всего лишь в 41 километре от города Симферополя. И всегда раньше это было излюбленное место отдыха коренных жителей Симферополя, так как это самая близкая точка у нас от города, куда мы можем поехать на море. Что мы видим на рынке? Небольшие магазинчики, торговые точки. Также очень много точек, где торгуют одеждой и пляжными принадлежностями. Значит, здесь же мы видим у нас, как всегда на старом месте, мясной и рыбный павильоны. Ну а сейчас мы пройдемся по рядам и посмотрим, что у нас продается здесь из курортных принадлежностей. То есть, как мы видим, у нас очень огромный выбор здесь одежды летнего сезона. Также, вот что дальше сейчас я пройду и покажу вам. Очень много у нас кругов надувных и плавательных принадлежностей. То есть, в принципе, все, что необходимо вам на отдыхе, вы можете приобрести здесь. Ну, рынок у нас, как всегда, остался на прежнем месте и изменений никаких я не вижу. Ну, в принципе, на рынке ничего и не может измениться ни в худшую, ни в лучшую сторону. Недалеко от рынка, вот прямо по дороге к морю, у нас находится столовая Хатынка. Сейчас я пройдусь и зайду в столовую, покажу вам линию раздачи. А также сейчас мы покажем вам цены. Здесь вы можете у нас откушать комплексные обеды. И вот, пожалуйста, цены у нас на комплексные обеды. КОНЕЦ Ну, а сейчас мы непосредственно зайдем в столовую и посмотрим. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, ну вот я вам показал столовую Хатынка, показал вам цены. Вы видели, что ассортимент блюд очень большой у нас, что люди заходят сюда, кушают. Кто-то завтракает, у кого-то ранний обед, у кого-то поздний завтрак. Также я вам показал сейчас, что здесь присутствуют еще микроволновки. Если кому-то пища показалась не сильно горячей, вы можете ее разогреть. И показал вам карточку для постоянных клиентов. Это скидочная карточка. То есть, будучи постоянным клиентом в этой столовой, вам дают эту карточку. И уже будут скидочки для вас. Этот факт, конечно, не может не радовать. То есть, вот в этом плане я вижу прекрасные изменения. Также вот мы идем дальше по направлению к морю. Мы, опять же, видим здесь различные кафешки, которые сейчас в данный момент пустуют, так как у нас на часах в данный момент 11 часов дня. И также небольшую торговую аллею мы видим. Ну, здесь справа детский уголок. Он был и в прошлом году. Он также и остался. Ну, а здесь вам могут сделать пилинг небольшими рыбками, которые специально выращены для этого. Пять минут пилинга стоит у нас 200 рублей. Друзья, ну, вот непосредственно сейчас я иду к тому месту, где у нас был центральный вход на городской пляж. Где была красивейшая лестница. Вот, красивейшие вот что-то типа арочки. Такое, то есть мы видим, у нас написано, осторожно, обвал, территория закрыта для посещения, купаться запрещено, дно не обследовано. Сейчас я подойду поближе и все это для вас сниму. То есть здесь, опять же, ничего не изменилось, как мы видим. То есть ничего не приведено в порядок. Вот у нас море. И вот у нас старая бывшая лестница. Ну, а теперь мы пойдем дальше снимать для вас. Друзья, в прошлом году мы снимали для вас вот это место. Здесь когда-то был старый пансионат, такие деревянные домики. Это был пансионат-ветеран. В прошлом году это место было полностью все загажено. Сейчас же здесь немножко расчистили, но, в принципе, особо ничего не сделали. Итак, друзья, вот мы подошли непосредственно к спуску на пляж через этот пансионат разрушенный. И сейчас мы опустимся на пляж по этой, так сказать, козьей тропке. То есть, как мы видим, здесь особо ничего не сделано, не оборудовано. Ну, добавили разве что вместо вырубленных людьми ступенек в грунте вот такую лесенку. Как мы видим, народу на пляже у нас очень много. Но что печалит, пляж не оборудованный, не обследованный. Вот как мы видим, люди у нас стелят постелки прямо под массой породы, которая в любой момент может обрушиться. И даже нет никаких ленточек, огораживающих эту стену, которая в любой момент, как я повторяю, может обрушиться на людей. Нет ограждающих ленточек и предупреждений. На пляже нет ни спасательных вышек, ни переодевалок. Даже на пляже нет у нас ни стоек со спасательными кругами и спасательными жилетами. То есть, этот пляж, в принципе, должен быть закрыт для посещения. И закрыт загороженным забором до того момента, пока его не приведут в порядок. Ну а вот непосредственно остатки той лестницы, где был у нас центральный вход на пляж. Как мы видим, даже в том году, я это видел, вам показывал, как пляж был разрушен у нас зимними штормами. Так отсыпка пляжа и не была сделана. Все торчат такие ржавые металлические конструкции. Об эти конструкции любой человек может пораниться. Друзья, а теперь мы пойдем дальше и покажем вам тучи с пляжа, которую мы показывали вам в нашем прошлогоднем видео. Где у нас есть доступ по лестнице опуститься на пляж. Друзья, возле отеля Савита, который у нас находится здесь в центре, есть такой небольшой проулочек, где есть металлическая лестница для спуска на городской пляж. И сейчас мы пройдемся к этой лестнице и я вам все покажу. По пути к лестнице вот у нас здесь такая вот аллейка, вымощенная тротуарной плиткой, где у нас с правой стороны продают мороженки, потом различные пляжные принадлежности, купальные очки и напитки. Ну, в принципе, все, что вам необходимо, когда вы идете на пляж. Ну, вот непосредственно мы сейчас опускаемся у нас на данный пляж по этой лестнице. Лестницу в этом году у нас покрасили, но с начала сезона она уже затерлась. Как я повторяю вам, уже два месяца лето прошло и что мы видим? Вот здесь очень огромная теневая зона, то есть очень много людей у нас на пляже здесь. На пляже у нас спасателей нет. У нас вот это место обвала отгорожено хлипкой сеточкой и есть уже предупреждение, что под обвалом отдыхать запрещено. И также есть здесь переодевалки. То есть уже какие-то зачатки цивилизации мы видим. Но опять же, вот мы видим табличку обвал, купаться запрещено, дно не обследовано. То есть люди здесь находятся на этом пляже и купаются на свой страх и риск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, не знаю, кто будет нести ответственность, если на таком пляже кто-нибудь из наших отдыхающих пострадает. С одной стороны, виновато руководство поселкового совета, что никакие работы не были сделаны. Ну а с другой стороны, таблички повешены и всю ответственность они себя этим снимают. Также на этом пляже здесь присутствует бесплатный душ. В центре Николаевки очень много точек общепита. Здесь различные шашлычные, кафе, бары, столовые. Также вот продают у нас пончики. Вот, как я вижу, пончики у нас цена 6 рублей за штучку. Друзья мои, сейчас мы поменяли локацию. И в данный момент я нахожусь на месте, которое называется Новый рынок. Сейчас мы пройдемся с вами по территории рынка. Я вам покажу, что из себя представляет этот рынок. То есть здесь рынок был всегда, сейчас его сделали крытым. Изменения я вижу налицо. А потом мы пройдемся с вами к морю. Вот мы заходим непосредственно на рыночек. Запах здесь просто прекрасный. Пахнет фруктами, овощами. Все свеженькое, все чудесное. Добрый день. Удачи вам. Вот здесь вот я показал вам у нас овощные ряды. А дальше у нас есть также вещевой рынок, где опять же вы можете купить все, что нужно вам для отдыха. То есть очень много овощей. Также очень много магазинчиков, где вы можете купить кофе, чай, печенье. Все, что нужно вам на отдыхе. Друзья, ну вот мы вышли с рынка. Вот я вам показал, что из себя представляет этот рыночек. Вы сами увидели, что вы можете здесь очень много приобрести овощей, фруктов, как я говорил. Ну и все, что нужно будет вам на отдыхе, чтобы покушать, отдыхая здесь, в этом курортном поселке. Для всех новых зрителей нашего канала. Друзья, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, дабы не пропустить наши следующие видео. Мы всегда будем рады новым подписчикам и новым зрителям. Пишите нам комментарии, это очень важно для нашего канала. Ну а сейчас мы уже идем непосредственно к морю. И покажем вам пляж возле нового рынка. Здесь, возле нового рынка, есть вот такая вот парковка. Парковка достаточно немаленькая, она бесплатная. И вам здравствуйте. Вот видите, люди уже идут с моря, потому как уже обеденное время. Вот моя камера сейчас смотрит на спасательный пост. Как я вижу, на вышке желтый флаг. То есть, это не штормовое предупреждение. Купаться можно. Красный флаг у нас означает, на вышке, что штормовое предупреждение. И купание запрещено. Также мы видим красный крест на белом фоне. Значит, здесь, на этом пляже, есть еще и медпункт. Спасателя на вышке я, к сожалению, не вижу. Но спасательный круг висит. Ну и что я вижу? Мусорники. Мусорники возле пляжа. Ну, мусорники не полные. Они пустые. То есть, здесь мусор убирается, как я посмотрю. И при входе на пляж, вот такая табличка. Время работы пляжа. И написано, в то время, когда пляж не работает, спасение не обеспечивается. Также на спасательной лычке мы видим вот такой вот информационный стенд. На этом стенде мы видим схему пляжа. Ну, и также информацию об услугах. Сейчас я подойду и покажу вам, какие услуги у нас здесь на пляже предоставляются. Так, вот моя камера смотрит и читаем, озвучим. Место под зонтом 2 шезлонга 300 рублей. Место под теневым навесом 1 шезлонг 150 рублей. Прокатка тамара на 1 час 600 рублей. 30 минут 400. И поломка шезлонга влечет штраф в 2000 рублей. Ну, а вот, собственно говоря, и сам пляж возле нового рынка. Спуск на данный пляж здесь, в принципе, оборудован. Я вижу вот такие вот ступеньки, ограждения. Значит, как я говорю, спасательная вышка есть. Спасателей я не увидел. На пляже присутствуют также переодевалки. Вот моя камера смотрит на переодевалку людей. Несмотря на то, что время у нас обеденное, очень много на пляже. Зона для катамаранов огорождена поплавками. Это предупреждение, что в этой зоне у нас купание запрещено. Ну, и как мы видим, я вот только что вам сказал, что очень много людей на данном пляже. Два месяца лета уже у нас закончились. А народ еще отдыхает, купается. Ну, это в чем то, что сегодня выходной день. И, возможно, приехало много жителей Симферополя. Друзья, вот как вот сейчас я иду по пляжу, и моя камера смотрит на вот эти желтенькие навесы, на эти теневые зоны, под которыми у нас стоят шезонги. То есть, если вы успеете с утра занять здесь место, с постилочкой вас из-под этих навесов не выгонят. То есть, этой теневой зоной можно пользоваться как платно, взяв шезлонг, так и бесплатно лежать под этим тентом на своей постилочке. И буквально за вот этими желтыми зонтиками у нас еще находится одна теневая зона. Вот такой вот навес. Тоже люди взяли себе в прокат лежаки. Они не хотят лежать на песочке. Но, в принципе, и этой теневой зоной вы можете воспользоваться также и бесплатно. На пляже также у нас есть вот такой вот душ. Дорогие друзья, ну вот вы вместе с нами и побывали в курортном поселке Николаевка. Вы сами увидели все своими глазами. Вы увидели, что из себя представляет данный поселок. Мы вам показали пляжи. Показали два рынка. Целых два, прошу заметить. Вы увидели цены на рынках поселка Николаевка. Что мне хочется сказать? Ну, впечатление такое немного двоякое. По сравнению с прошлым годом много сделано. Но еще есть и много недоделок. Мусора я, в принципе, не увидел. Мусорки у нас чистые. Поселок чистенький, выметен. Все чисто и великолепно. Ну, в принципе, вам самим принимать решение, приезжать ли на отдых в данный поселок. Отдыхать здесь или нет. Ну, а на этом я хочу с вами проститься. До новых встреч. Ну, что сказать еще? Приезжайте к нам в Крым. Всем пока.